здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам поделиться как я сажаю чеснок под зиму вот я научила чесночка такой хороший крупный хороший даже вот такой собачка нам мешает вам слышно что я говорю значит чеснок у меня в этом году очень крупный хороший но постаралась просмотреть чтобы был посадочный материал весь хороший все-таки я его хочу немножко протравить и максиме вот это вот один у меня сорт это вот название я конечно не знаю вот потому что покупать это на рынке у бабулек вот это вообще краснодарского края прошлом году на мой покупал и вот такой вот хороший вырос чеснок значит что сейчас я взяла я взяла две емкости но это рассадные ящички у меня вот и сейчас я по инструкции разведу максим на полчаса положу этот чесночок сейчас покажу что я буду делать вот замочил я свой чесночок вот такие два точках в этих вот ну и оставляем его на полчаса чтобы он хорошо как бы промочился протравился это фунгицид и контактного действия поэтому как бы он должен полежать вот ну в это время пока он будет мочиться потом его надо хорошо будет высушить перед тем как посадить сажать значит я еще хочу подготовить землю пока чесночок наш будет промачиваться и контактировать с нашим максим чекам вот я хочу обработать землю ну вернее подготовлю землю а потом когда посажу чеснок буду обрабатывать от купила такой вот препарат микробиологическое удобрение вот потому что мы в этом году удалось нам привести навоза вот и удобряли землю поэтому мы как бы нужно немножко все это обеззаражить вдвойно но в два раза сильнее потому что чтобы не получите эту гниль ну пойду сейчас на грядке буду показывать как я подготавливаю землю вот вот такая у нас грядка муж мне подготовил уже значит что мы делали неделю назад он вспахал вот и и проскородил ее и мы ее оставили как бы чтобы земля немножко просила как раз пошли дожди и земля как бы хорошо что для чеснока как бы советуют готовить землю заранее чтобы немножко усила земля вот ну сейчас я буду делать бороздки вот ну а чесночок мой пусть пока полежит полежал вот у меня вот такое есть сито специально для таких вот дел чтобы не брать хорошие вот так вот я сейчас буду немножко как бы на нем отсыживать водичка чтоб меньше попадалось вот значит приготовила я вот такие два лоточка покупала светофори под обувь но очень удобные вот сейчас я на них буду сушить это с чеснок вот устелила бумагой газета хорошо впитывает она сейчас быстренько все это впитает и просушим занесу сейчас домой она пока сейчас грядками пойду продолжу заниматься она хорошо у меня высохнет еще я хочу показать чесночок который я буду сегодня высаживать это как ну не знаю семизубка я его называю вот и сажать надо головку я вот сейчас выберу все хорошие головочки и вот сколько голову сколько зубочков настолько будет у меня головочек вот это у меня я развела мне давали 5 буквально до года 3 или 4 назад 5 этих головочек и вот у меня уже столько получилось этого чесночка он очень мелкий ну относительно мелкий да вот он как бы получается вот хороший зубочек ну зато он очень долго лежит до самой весны мы пользуемся этот крупный лежит не лежит а этот лежит сто процентов он такой вот плотный хорошие головочки ну правда мелкие ну ничего зимой есть время можно и почистить сейчас я тоже отберу их и будем высаживать подготовил мне тоже такие вот бороздочки для чеснока это сейчас я семизубку буду сажать значит что я вот этим штыриком очень удобно им вот так вот дырочки сделать его надо сажать на таком довольно большом расстоянии но не знаю сколько тут хоть сантиметров потому что он разрастается и надо ему место как не глубоко пахались все равно получается что его тоже надо глубоко сажать чеснок чтобы он был хороший вот сейчас я вот эти вот сделаю ему такую хорошие домики импровизированные и буду высаживать ну самое главное значит в нем что чтобы здесь вот не было гнили вот чтобы она не сразу не загнила вот сколько посадила зубочков в этой головочке столько вот на следующий год у меня будет галочек ну весной посмотрим как он перезимует вот и его я сейчас ну вот как-то вот так вот получается очень удобно очень удобно вот этот штырик он с нержавейки сделанный там у меня уже очень много-много лет вот ну как-то я им хорошо пользуюсь вот сейчас мы посадим и муж мне прольет ну как бы я можно фитоспорином полить и ну я буду вот микро удобрением которые я вам показывала но это то же самое для обеззараживания земли чтобы наш чесночок себя чувствовал хорошо потому что этот я не протравливала ну я не имею не имеет смысла его протравливать потому что он если хороший то он будет вот потому что много зубочков тут невозможно его протравить если даже какой-то один зубочек плохой вот ну вот сейчас посажу и прольем ну вот как я и показывал этот комплексного значит получается что 100 миллилитров это на ведер значит у меня сейчас поливальнички будет 5 литров и значит по 10 10 миллилитров на 5 литров получается вот тут хороший стаканчик мерный вот такая-то жидкость вот ну сейчас разведу и буду поливать ну вот я развела и так вот потихонечку стараться чтобы в луношке попадала я так считаю что достаточно я пользуюсь фитоспорином ну сказали это лучше чем фитоспорин потому что микроэлементы есть сейчас муж сейчас она все это пропитается сейчас муж не граблями мы заделаем и все и в добрый час до весны сейчас буду сажать ну конечно буду его почаще чем тут сажать ну вот как бы земля должна быть мягкой не буду пользоваться наверно ничем насколько самое главное чтобы прижать вот этот донца к земле чтобы земля его не выпихивала обратно вот ну как-то вот на таком расстоянии я уже привыкла метками не пользуюсь ну как-то вот так вот сейчас вот этот первый надо заглубить вообще чеснок надо глубоко сажать получается потому что вот вот так вот я сейчас высажу вот этот чесночок в эту грядку потом тоже также прольем вот и замульчируем опять землю ну поехали ну вот все таки пришлось мне делать и этим штыриком делаю луночки потому что земля все таки немножко улеглась уже и тяжело его пропихивать чтобы были хорошо было глубоко посажены ну вот так вот получается аккуратненько вот такие вот у меня полосочки ну вот посадила я чесночок сейчас муж его закроет бороздочки так вот немножко мне не хватило но на следующий выходные еще до сажали наверное на лучше ну вот вот такой вот у нас будет чесночок еще сверху мы накроем оставили от кукурузы стебли вот сейчас покажу он уже а тут семизубку закрыл чесночок вот это тоже потому что во-первых собаки ну и снегозадержание ну вот так вот накрываем мы вот этими стеблями кукурузы хорошо вот ну корни а весной потом убираем во-первых собаки не топчет и снежок будет хорошо держаться ну как-то вот так вот лук который я вам показывала вот на чернушку то что я сажала ну вот ветками обрезал это вот у меня фундук мешается он у меня уже разросся сильно вот я его покидала ветки ну тоже снегозадержание будет и от собак ну все что я хотела вам показать спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь всегда с вами марина матвеева